Динамический динамический дитектор гонок в джава-программах И только сегодня я подумал, что мое выступление идет параллельно с Шибелевым И еще Черемина про жава-мемори-модел Значит ко мне на доклад придут люди, которые уже все знают про конкуренси И все знают про жава-мемори-модел И наверное они знают, что такое гонки, что такое happens before и так далее Или придут люди, которые просто случайно выбрали название моего доклада Потому что оно им больше понравилось В общем поэтому я не знаю, какой темп держать Буду держать по времени Если что, если вам будет скучно или наоборот непонятно, останавливайте говорить Погнали Ну вот такая лайв-стори, немножечко утрированная, но в целом похожая на правду Значит представим, у нас есть команда разработчиков серьезной компании Значит команда, то есть на эту команду полагается 15 менеджеров, 20 тестеров и так далее В общем такой хороший обвес Значит команда пишет какой-нибудь, собственно, релиз, не знаю, какую-нибудь версию Долго и печально ее собирает Значит она ее собирает, разработчики доблестно проверяют ее, значит, на своих машинах Потом это отдается тестерам, тестеры это проверяют на своих машинах Наверняка какое-нибудь там нагрузочное тестирование И наконец печально мы это выкатываем Когда мы это выкатываем, мы обычно полагаем, что наш софт более-менее надежный То есть, ну понятно, в любом софте есть баги, но как бы ничего такого жесткого в коре у нас там нету То есть мы как бы считаем, что приложение ок Ну работает, работает пару недель, значит, работает-работает И потом происходит какая-нибудь фигня Ее символизирует слово бум в углу Фигня эта, значит, выглядит каким-нибудь непонятным образом Не знаю, там, на счете у клиента количество денег явно неадекватное и совершенно не соответствующее логу Которое мы распечатали по данному клиенту Есть какой-нибудь сервис, который вроде как должен, значит, периодически запускаться Но потом почему-то не запустился и чего-то произошло Значит, народ, значит, начинает думать в чем дело Значит, ну понятно, значит, там, собственно, давят, значит, типа ищите, народ ищет, значит, ищет методом пристального взгляда Ищет там еще как-то, чешет темечко И, наконец, значит, тот и находит, что мы где-то забыли слово volatile на флажке, который сигнализирует о том, сервис запущен или остановлен И сервис, значит, остановился, а поток, который пришел проверять, не нужно ли его повторно запустить Он увидел, что он, собственно, он этого не увидел И не запустил сервис Или, например, у нас есть класс счет, который бегает по всему коду И где-то к нему там два потока чего-то записали без синхронизации Это гонка То есть не всегда это гонка, но часто у гонок такие симптомы Значит, ну, пример гонки из жизни Том думал, что там Джерри, значит, а Джерри там нет Потому что Джерри не присинхронизировался с Томом Более жизненный пример Ну, вот, собственно, есть класс счет, метод пополнить, счет метод уменьшить счет Возьмем два потока Попросим первый увеличить счет на пять, второй на шесть Посмотрим, что получится в итоге Так вот, значит, возьмем два потока Попросим увеличить счет Посмотрим, что получится, когда они завершатся Видимо, ожидалось, значит, первый Ну, там изначально 0, понятно Первый придет, прочитает 0, добавит 5, запишет 5 Второй придет, прочитает 5, который записал Первый поток, добавит 6, запишет, получит 1 Сура Но поскольку вот это вот атомарное пополнение Операция пополнения счета не атомарна Потому что нужно прочитать, увеличить и записать Возможно вот такое Возможно, что пока первый поток 0 прочитал и пишет 5 Второй успел прийти и тоже прочитать этот 0 Потом первый в общую память, собственно, скидывает 5, а второй этого не видит И переписывает это 5, доблестно получает там 6 Вот, это не то, что хочется Значит, это называется состояние гонки В общем случае, в состоянии гонки возникает многопоточная программа Когда 2 или более потоков одновременно манипулируют какими-то разделяемыми данными без синхронизации Обычно гонка это ошибка, не всегда Есть так называемые benign races Это гонки, которые в коде есть, про которые разработчики знают, но они на них забили Почему? Потому что по каким-то причинам они, собственно, решили, что лучше мы будем иметь гонку, чем какой-то performance impact Например, у нас есть счетчик, который инкрементит много потоков И нам важен порядок этого счетчика, мы его там выводим в лог иногда То есть нам, собственно, важно, он равен порядка 10 тысяч или порядка миллиона Поэтому то, что там где-то мы не заметим лишние 100 инкрементов, нам более-менее без разницы Но обычно гонка это ошибка, значит, ну, многоточная ошибка многоточного программирования Наряду с дедлоками, с тормейшенами и так далее, которые хорошо бы уметь искать Значит, в чем особенность гонки? Допустим, у нас есть в программе дедлок Обычно, ну не обычно, но, скажем так, часто это видно То есть там зависли какие-то сервисы, там, не знаю, как бы зафризился UI намертво Мы подключаем между LVM или мы берем дамп потоков, снимаем и нам джао радостно пишет Такой-то или какой-то потоки задедлочены, понятно, что делать С гонками это немного не так Потому что, вот вспомним пример со счетом У нас этот класс счет может ходить как бы по всему коду Где-то, значит, там какой-то поток, потерялась там запись из какого-то потока Вот там 5 миллионов долларов, да? И потом через 3 дня это кто-то где-то заметит И нужно будет как-то вот по этой полученной информации найти багу в коде То есть, ну, как бы время прошло, данные глобально, это довольно сложно соотнести И гонки тяжело найти фактически на любом этапе жизненного цикла ПОО То есть, их тяжело найти разработчикам Потому что, ну, скажем так, на этапе код-ревью Потому что используются обильно фреймворки, библиотеки и так далее И зачастую, вот как бы глядя на код, непонятно, он используется в многопоточном окружении или нет А если да, то как? Это сложно найти тестером, потому что тестером нужно как-то вот этот баг воспроизвести Этот баг очень маловероятен Нужно попасть в тот момент, когда первый поток прочитал, второй прочитал до того, как первый записал Это все там какие-то наносекунды и так далее Кроме того, ну, вот есть у нас, собственно, разработчики Разработчик там сидит, у него там двухъядерный Intel На котором, значит, запущена Intelligent ID, Firefox, Skype, CQ, Trollerval И вот, значит, он там тестит приложение Скорее всего, это все будет просто физически Ну, не будет той самой true concurrency Потому что просто, ну, как бы малоядер код будет, собственно, выполняться на одном ядре А когда это все укатывается на здоровенные сервера заказчика Вот там эта самая concurrency и появляется Значит, итого, тяжело как бы найти ручками, тяжело, собственно, воспроизвести Значит, хорошо бы искать автоматически Идея лет 20, уже, наверное, почти 30 Есть два принципиальных подхода Первый – это статический анализ Берем исходники программы, исполняемые файлы, что-нибудь такое И анализим их в отдельности, не запуская программу Второй подход – динамический анализ У нас есть программа Как-то подсасываемся к ней, анализируем все, что в ней происходит И по какому-то алгоритму обрабатываем Получили конкурс, сразу же ее репорт Значит, ну, вот у нас есть, собственно, два подхода Поподробнее посмотрим Статический анализ просто великолепен Он анализирует весь код Независимо от частоты его выполнения Он не требует запуска программы То есть мы никак не связаны Мы не боимся нанести какой-то импакт программе Что у нас станет работать как топор И так далее И мы независимо от входных данных От действий пользователя От среды От операционной системы и так далее В общем, если бы статический анализ В общем, если была бы туза, которую можно было бы запустить Она бы все, собственно, гонки отыскала То как бы на этом презентация закончилась Но нет Значит, к сожалению, в общем случае Задача статического анализа неразрешима И уже на достаточно небольших приложениях Статический анализ становится бессилен Потому что, во-первых, он вынужден Существенно ограничивать глубину анализа Что приводит к потере точности И вообще к каким-то непонятным рекордам Вот И, во-вторых, ну, понятно, что статический анализ Он фактически не знает семантики программы То есть он, например, прекрасно может понимать локи Ну, то есть там, собственно, как бы синхрониз Но если там есть какой-нибудь там трэдпул или алгоритм написанный на комплеер-ресетах Вот у него уже начинаются проблемы Ну, есть достаточно много утилит статического анализа Самая известная FindBucks, у него там есть какие-то конкуренции Вот, судя по тому, что мы там почитывали Самое клевое, говорят, же и черт То есть там какой-то навороченный анализатор И есть open-source имплементация Там будет ссылка в конце Так Динамический анализ Тоже неплох Во-первых, динамический Ну, значит, в чем его единственный, самый главный косяк Он заключается в том, что анализируется только конкретный путь выполнения программы То есть вот как она пошла Эти операции мы и перехватываем Если код там выполняется раз в две как бы недели Ну, собственно, раз в две недели мы его и проанализируем Вот, что может быть недостаточно вполне Вот, но текущий путь он в состоянии обрабатывать фактически со стопроцентной точностью Что вот она программа, вот она выполняется, мы знаем все события в ней Что хочу, то и делаю То есть, ну, мы, собственно, можем как бы отследить все гонки Не производить ложных срабатываний и так далее Увы, overhead просто нереальный Потому что, например, вот если взять класс аккаунт У которого есть метод пополнения счета Ну, то есть вот этот простой метод пополнения счета На самом деле две операции Просчитать, собственно, переменную Ну, как бы разделяемую переменную И записать разделяемую переменную Если посчитать по всей программе, получается очень много Кроме того, еще нужно отслеживать все операции синхронизации Там, volatile, java-util-concurrent и так далее В общем, по нашим исследованиям На самом деле это так Вот тузы, которые можно взять, запустить и найти гонки Нету для java Нету динамического детектора Вот, видимо, из-за вот этих проблем И еще, видимо, из-за технических проблем Которые, значит, приходится преодолевать при разработке Значит, собственно, что делать-то, если мы гонки ищем? Ну, в идеале нужно делать что? Значит, есть у нас, как бы, собственно, два принципиально разных подхода Но хочется использовать их оба Значит, возьмем какой-нибудь статический анализатор Запустим Он нам, значит, отсечет там какие-то явные инконсистенции С которыми мы в состоянии найти Например, вот если бы у нас в классе account Метод get был помечен как синхрониз, а метод set нет Статический анализатор это довольно хорошо, как бы, найдет С формулировкой 50% методов обращаются к полю amount Со словом, как бы, синхрониз, а 50% нет Вы, собственно, как бы, товарищи, разберитесь Если этот класс можно использовать без, как бы, синхрониза То, значит, уберите, как бы, синхрониза Если, как бы, нельзя, то его, собственно, допишите ко второму методу, да? Вот Дальше хочется взять какой-нибудь динамический детектор Который был бы красивенький, легонький, аккуратненький Запустить его вместе с приложением Чтобы он нам гоночки искал Вот Мы нашли два, которые, ну, можно как-то вот То есть, можно выключить Посмотреть И, значит, там, при желании, собственно, запустить Он, короче, у нас не вышло То есть Проблемы самого разного характера То, значит, проблема инструментирования байт-кода То, значит, тут же вылетел в out of memory error Просто, значит, отжирая память и CPU То есть, ну, вот Это, там, сейчас я говорю о приложении Там, ну, там, где-то порядка, там, 500 классов Может, там, не знаю, там, 5 потоков, да? То есть, ну, в общем, так себе Значит, мы почесали тыковку и, собственно, решили А что мы там не попробовали, значит Ну, не то, чтобы, как бы, написать свой А подумать о том, чтобы написать свой Вот так скажем Значит, начали думать Чего мы хотим от детектора? Первое Мы хотим, чтобы он был динамический То есть, динамический детектор Обладает всей информацией о конкретном пути Уполнения программы Это дает точность Здорово Хотим Мы хотим, чтобы он был быстрый То есть, мы хотим, чтобы его можно было бы запустить Ну, не знаю, там, хотя бы на QA-платформе То есть, чтобы приложение хотя бы взлетело под ним Чтобы не было, значит, там Тут же отъедание памяти И ухода в out of memory error и так далее Мы хотим, чтобы он был точным То есть, чтобы нам не приходилось, как бы, разгребать файл, там, на гигабайт С возможными гонками в поисках, там, одной какой-то Вот Почесав тыковку, мы поняли, что пункты 2 и 3, в общем-то, как бы, несовместимы И в этом основная проблема Значит, что делать? Значит, понятно, что можно, значит, ну, есть алгоритм поиска гонок Вот я один, собственно, расскажу чуть-чуть попозже Можно его, значит, оптимизировать, там, выигрывать наносекунды, микросекунды и так далее Но если операции, вот, если нужно, не знаю, там, обрабатывать в программе миллиард операций в секунду То, как бы, никакие наносекунды не спасут просто из-за количества вызовов Значит, если мы будем обрабатывать меньше данных, мы потеряем точность Мы будем пропускать события, мы будем получать ложные зарабатывания И будем, значит, пропускать, как бы, какие-то гонки Что делать с этим? Значит, понятно, что, видимо, единственный способ – это все-таки обрабатывать меньше событий То есть нужно как-то научиться, вот, взять какие-то, как бы, куски кода довольно большие Из анализа выкинуть Но при этом важно не потерять в точности, ну, хотя бы более-менее, как бы, не потерять Мы это обозвали словом «scalable», то есть, ну, как бы, такая масштабированная Чтобы можно было указать область анализа, остальное не анализировать И идея наша заключается в следующем, который мы, собственно, попытались реализовать Рассмотрим, так сказать, широчайший класс систем То есть просто, значит, сферическое приложение в вакууме Оно, помимо кода, написанного, значит, доблестными разработчиками Использует жиры е, использует какие-нибудь там библиотечки Использует пару фреймворков, вертится там, абстрактно говоря, на томкоте и так далее То есть вокруг него довольно серьезный обвес Который в сравнении с объемом приложения, ну, как бы, достаточно велик, он может быть больше, да, даже Вот, как правило, наши приложения взаимодействуют с этим обвесом через API API довольно лаконично по сравнению с самими библиотеками и фреймворками И это API, ну, как бы, ну, в Java мире, там уже, как бы, на Java, значит, большая комьюнити Все пишут давно и все, значит, потихонечку понимают, что нужно, значит, как бы хорошо документировать код И в идеале его нужно комментировать еще и с точки зрения корректности его использования в многопоточном окружении То есть вот, как бы, такой-то класс можно, пожалуйста, использовать, собственно, из нескольких потоков Он, значит, как бы, сам совсем разберется А такой-то класс, не знаю, там, Java Util List какой-нибудь, ну, Java Util ArrayList, как бы, нельзя использовать из нескольких потоков Если вы хотите это сделать, извольте обеспечить внешнюю синхронизацию Еще есть вариант номер три поинтересней Что данный класс не только потокобезопасен, но еще его методы, будучи вызванные в правильном порядке Гарантируют синхронизацию между вызывающими их потоками Пример о ConcurrentHashMap ConcurrentHashMap.put по ключу синхронизировано с последующим ConcurrentHashMap.get по этому же ключу В общем, весь пакет Java Util, как бы, Concurrent, устроен примерно так Наша идея Выкинуть, нафиг, безжалостно все библиотеки, фреймворки и так далее Оставить только наш код, искать гонки только в нашем коде То есть мы полагаем, что источник, как бы, ненадежности это наш код Что, собственно, как бы, библиотеки хорошие И что тестеры их, как бы, хорошо работали и так далее Вот, и научиться корректно описывать взаимодействие нашего кода с исключенным кодом Ну, в общем, если в первых двух случаях, там, ну, как бы, если класс потокобезопасен, понятно, как бы Если мы видим, собственно, вызов метода этого класса, дальше вглубь не идем, значит, собственно, как бы, гонки не ищем Ждем, пока вернемся Если класс не потокобезопасен, а слеживаем все вызовы его методов А вот в случае с контрактами поинтереснее То есть вот у нас есть, как бы, ConcurrentHashMap ConcurrentHashMap, она обеспечивает, значит, синхронизацию PUT по ключу и GET по ключу, да? А мы не хотим лезть во внутрь ConcurrentHashMap Нам, в общем-то, не очень интересно, как она обеспечивает Там, у нее внутри, там, 20 volatiles Там, 20, значит, unsafe, compare, and swap, long Каким-нибудь, нам это все не очень интересно Потому что это дорого И потому что нам, на самом деле, важен высокоуровневый контракт Что PUT предшествует GET, все, и мы, как бы, вовнутрь не ходим Значит, нам нужно научиться описывать, как бы, вот, контракты такого плана Опирающиеся, в данном случае, на то, что это должен быть один и тот же объект, типа MAP И PUT и GET должны быть по одному и тому же ключу В общем, мы это делать более-менее в районе как научились Так, на умострительном уровне идея понятна, да? Все спят Значит, теперь расскажем о том, как это все устроено Ну, устроено довольно банально Есть Java-приложение Нам нужно в него встроиться, чтобы перехватывать там какие-то операции В Java есть для этого Java-агент Это компоненты, которые можно подключить И она, как бы, на этапе загрузки класса Передает управление вашему коду Значит, передавая ему массив байтов Который представляет собой, собственно, как бы, загруженный класс В этом классе можно делать с ним что угодно вообще Дописывать поля, менять телометодов, там, дописывать методы и так далее Что мы и делаем? Мы идем, собственно, по классу При помощи библиотечки ASM Она в онсорсной, всяческие пиаре Хорошая штука Мы идем по классу и дописываем Значит, мы находим операции, которые нас интересуют Как бы, например, там, байт-код, монитор, enter Это вход в синхрональность, собственно, блог Мы его, как бы, находим и обрабатываем по нашему алгоритму Видим там, не знаю, обращение к разделяемым данным Отлично, обрабатываем Значит, теперь о том, как мы ищем гонки Вот эта часть, она такая Про Java language specification Постараюсь рассказать побыстрее Значит, вот представим У нас есть два потока, которые работают с общей переменной x под локом То есть первый взял лок, написал x, отпустил лок Второй взял лок, прочитал x Эти локи, во-первых, они, понятно, обеспечивают взаимное исключение То есть, что потоки работают с x монопольно А во-вторых, они обеспечивают публикацию данных То есть, вот тот факт, что первый поток отпустил монитор А второй потом, как бы, захватил монитор Гарантирует, что второй поток, прочитав x, увидит то, что туда записал первый поток Не только синхрониз-блоки Это обеспечивает, это, значит, обеспечивает Валатайл переменный, это обеспечивает, там, средства Покинажа отилл конкурент и так далее Значит, получается, что у нас в потоке есть, значит, вот, собственно Поток работает, работает, работает И в нем есть какие-то маркерные события Которые либо, грубо говоря, публикация данных Либо, грубо говоря, как бы, получение изменений А понятно, что эти события упорядочены Ну, то есть, как бы, на них, ну, вот эти вот, собственно, стрелочки Образуют какое-то отношение частичного порядка Которое в спецификации Java называется синхронизировано с То есть, а вот тут, значит, как бы, релиз монитора синхронизирован С последующим захватом монитора, там, запись Валатайла Сечение Валатайла и так далее Ну, вот, есть левая часть, правая часть Левая, это мы ее, как бы, называем send, а правую receive Дальше, мы знаем, что в одном потоке Все операции упорядочены просто по времени Потому что, ну, как бы, это один поток Объединим это, вот это вот, это вот наше знание С отношением синхрониз-виз Получим отношение happens before Два события упорядочены отношением happens before Либо, если одно произошло перед вторым в потоке Либо, если эти события синхронизированы друг с другом И это, собственно, отношение традиционно замкнуто И спецификация жала нам четко, слава богу, говорит Что два конфликтующих обращения к одному и тому же участку памяти Образуют гонку, если не первое happens before второго И не второе happens before первого Пример А, значит, вот нам Пример У нас есть два потока, которые Извините Извините Вот Которые под локом корректно, значит, вот Манипулируют счетом Тут есть, собственно, happens before Между вот этим депозитом и вторым депозитом Потому что первый депозит по времени произошел перед отпусканием лока Отпускание лока синхронизировано с захватом лока Захват лока произошел перед вторым депозитом Не было бы, например, во втором потоке лока была бы гонка Замечательно, значит, получается нам нужно отслеживать отношения happens before Прикольно, как это сделать? Сделаем это с помощью векторных часов Это концепция какого-то 78-го года Идея Есть потоки, они обмениваются сообщениями Это все, что мы знаем Мы хотим попытаться построить какое-то глобальное время И распространять знания о системе между потоками В каждом потоке заводим массив чисел по длине, равной количеству потоков Значит, вот у меня есть, собственно, поток B У него первая компонента будет соответствовать потоку A Вторая компонента будет соответствовать ему самому И третья компонента будет соответствовать потоку C И так для каждого потока Когда поток отправляет сообщение, он увеличивает свою компоненту на единичку И запаковывает свои часы в сообщение Второй поток, получая сообщение, увеличивает свою компоненту на единичку То есть он говорит, я сделал что-то нетривиальное. И загружает из сообщения часы, которые туда положил поток C, тем самым получая информацию о системе от потока C. Дальше поток B отправляет сообщение, увеличил свою компоненту, запаковал. Поток A принимает сообщение, увеличил свою компоненту, у него стал один, и залил в свои часы то, что было запаковано в сообщение. Потом поток B снова что-то отправил, увеличил, запаковал, поток C принял. Увеличил свою, распаковал. Понятна схема. Чем эта схема хороша? Тем, что мы можем сказать точно, что первое событие в потоке C произошло перед первым событием в потоке A. Потому что часы потока C, они 0, 0, 1, они по компонентам меньше либо равны часов потока A. Потому что они 1, 2, 1. Вот если по компонентам меньше либо равно, значит точно произошло перед. А если это неверно, то есть часы пересекаются, как, например, для событий помеченных красненьким. 2 меньше 3, 4 больше 3. То эти события не упорядочены никак. Вот ровно с помощью этой схемы мы можем отслеживать отношения, собственно, синхронность вид. Помните, у нас там была отправка, приемка. Вот тут то же самое. Отправил, принял. Значит, нам нужно для каждого потока завести векторные часы и их вот так вот, собственно, передавать по мере совершения синхронных операций. Нам еще при этом нужно искать гонки. То бишь, нам нужно что-то делать при обращениях к разделяемым данным. Что нам нужно, по сути, собственно, проверить? Пришел первый поток, что ты сделал там с переменной X? Пришел второй поток, тоже чего-то сделал с переменной X? Нам нужно проверить, что второй поток, когда он пришел к переменной X, знал о первом потоке, больше, чем первый в тот момент, когда он пришел первым к этой переменной X. Звучит жутко по этому примеру. Два потока корректно работают с X. Пусть у первого как бы часы 5-10, то есть компоненты, соответствующие ему 5, а второму 10. У второго 3-12. Первый поток как бы захватил лог, читает переменную X. Он где-то в какое-то место, ассоциированное с ней, сохраняет свои часы 5-10. Дальше он отпускает лог. Он увеличивает свою компоненту на единичку, и свои часы запаковывает в какое-то место, ассоциированное с этим логом. 6-10, запаковал. Пришел второй поток, он как бы читает лог, и из известного места, ассоциированного с этим логом, вынимает часы, видит там 6-10, и загружает их в свои. И вот у него была первому потоку соответствовала компонента 3, а стала 6. То есть он как бы эту шестерочку получил. Когда он приходит к переменной X, он видит, что у него по первому потоку 6, а у первого там было 5. Потому что это как бы сохранено. Значит, гонки нет. То же самое на картинке. Может так будет нагляднее, мы просто не знали, как объяснить. Вот тут, собственно, показано, что первый захватил лог, записал X, сохранил свою компоненту, отпустил лог, вот эта шестерочка перешла, перешла, и вот второй поток, значит, прочитал часы переменной X, и увидел, что он знает достаточно много, и поэтому гонки нет. То есть он где-то до этого, вот между тем, как первый поток обратился к переменной X, и между его обращением, он от него данные получил, то есть просинхронизировался. Если бы лога не было, была бы гонка, потому что второй поток не захватил бы лог и не получил бы данные от первого потока. И у него была бы тут вот не шестерочка, а троечка. И он увидел, что у него троечка. А тот, первый поток, пришел в переменной X с пятерочкой. Собственно, значит гонка. То есть вот этой передачи бы часов не было. Ура! Прикольно. Мы знаем, как отслеживать отношения happens before. Значит, что нам для этого нужно? Нам для этого нужно перехватывать операции. Операции как бы синхронизации, запуск, там, основка потоков, монитора, volatil переменной, joutil concurrent и т.д. И нам нужно отслеживать обращение к разделяемым данным, то бишь там, к полям различных объектов. Как уже говорилось, это будет работать как топор. Программа просто встанет. Поэтому мы, собственно, говорим, выделим область, в которой мы ищем гонки. А в остальном гонки искать не будем. В нашей области мы точно так же продолжаем искать гонки по полям. Ну вот, допустим, область это com.mycompany.звездочка. Вот все, собственно, классы, как бы начинающиеся на этот префикс. И мой класс в двух разных местах, из двух разных потоков вызывает java.util.arraylist, который, ну вот где-то вот в исключенном. Значит, я должен отслеживать все вызовы на java.util.arraylist и как-то их трактовать. Get – это, допустим, read, я это знаю. Get – это write, я это тоже знаю. Если я этого не знаю, я как бы трактую по умолчанию как write. И если я вижу, что на объекте типа list один поток вызвал модифицирующий метод, а второй – не модифицирующий метод, я об этом программисту сообщу. Это как бы такая high-level гонка. Типа чувак, у тебя, значит, вот объект list используется неправильно. Значит, поэтому, ну, что нам нужно? Нам нужно в нашей области поиска гонок отслеживать обращение к нашим полям – это раз. И два – отслеживать все вызовы методов на исключенных объектах. Мы их как бы называем foreign objects, ну, типа есть наша аура, есть как бы не наша foreign, все логично. Вот, а с операциями синхронизации мы у нас отслеживаем синхронизационные события, ну, потому что довольно разумно, если мы у нас как бы ищем гонки по полям, нужно там и операции синхронизации отслеживать. Дальше мы что-то выкидываем, и вот у этого выкинутого мы описываем контракты. И тем самым мы из области анализа выкидываем довольно много всего и ожидаем получить, собственно, как бы performance boost. И в некотором виде мы его получаем. То есть, значит, там будет дальше сказано, наш как бы детектор запустился. Значит, сразу же такой быстренький, кратенький пример. Есть класс storage, у него есть поле items. Поле items – это наше поле нашего класса. Поэтому при каждом обращении к этому полю мы ищем гонки. И, соответственно, если два потока вызовут store и reload без синхронизации, мы увидим, что в методе store поток это поле читал, а в методе reload он его писал. Гонка, ура. Дальше, класс хэшмэп, значит, в items типа map, там как бы лежит хэшмэп. Хэшмэп мы выкинули из области анализа. Поэтому мы отслеживаем все вызовы этого хэшмэпа. Если два потока без синхронизации вызовут store и get item, мы по полю items гонку не отыщем, потому что и тот поток, и тот поток поле items читают. Но они на полученном объекте из поля items, на хэшмэпе, один вызывает put, а это модифицирующий метод, второй get, а это не модифицирующий метод, гонка. И, наконец, наш класс item, вот его поля защищены внутри этого класса при помощи инструментирования байт-кода точно так же, как поле items класса storage. Поэтому если этот класс item утек как-то наружу, и там его два потока без синхронизации используют, они будут вызывать инстанс-методы этого класса, которые будут обращаться к полям, и там мы отыщем гонку. Вот так это примерно работает. К суровой правде жизни минут за 10 я постараюсь. Что нам нужно хранить? Нам нужно хранить много-много векторных часов. Первое, часы потока. Часы потока могут изменять только сам поток, поэтому RedLocal в нашей части работает за 35 тактов, ура, хорошо. Второе, это часы для наших полей. Для нашего, значит, мы их, собственно, как бы вот это вот самый дешевый способ. Если у меня есть поле с названием XXX, я на этапе инструментирования байт-кода рядом с ним как бы дописываю поле типа VectorGlock VolatileTrancient с префиксом WC. И когда я читаю это поле, я знаю название поля, я могу за одну инструкцию вытащить векторные часы. Быстрее, как бы, видимо, уже никак. Дальше. Нам еще нужно хранить часы для... Ну, то есть нам, вот помните, нам нужно было место, значит, вот у нас есть как бы локовая переменная, и нам нужно место, ассоциированное с ней, в которое мы положим часы. У нас есть foreign объект, и нам нужно место, ассоциированное с ним. Значит, вот нам, значит, еще вот как бы нужны эти ассоциированные места. Значит, это, видимо, как бы как что-то типа хешмапа. Что еще придумаешь? Значит, в случае, когда у нас на стеке есть вот просто один объект, например, мы входим в монитор, мы видим инструкцию, монитор Enter. Она по одному объекту. Мы этот объект как бы на стеке просто на этапе инструментирования байт-кода дублируем и используем его как ключ в хешмапе. Все очень просто. Ну, это как бы хешмап, она, понятно, как бы должна быть хитрой, чтобы там она была потока безопасна, чтобы там не было утечек памяти. Ну, как это вот? Ну, в общем, работает. Вот. В сложных же случаях все как бы не совсем понятно. Давайте смотреть. Значит, это контракт и волатайл переменные. У меня есть класс Atomic Long Field Updater, который умеет у объекта О по заданному аффсету взять поле и увеличить его значение атомарно на V. На что должен опираться мой контракт? Он должен опираться на объект и он должен опираться на аффсет. То есть на нулевой и первый параметр вызываемого метода. Это object и long. Теперь пусть у меня есть волатайловое поле ABC, объект О. Я, значит, я должен хранить часы по паре сам объект и название поля, потому что у объекта может быть много волатайловых полей, значит, нужны как бы отдельные часы каждый раз. Если у меня есть Atomic Inderger, Get и Set, они, собственно, тоже как бы happens before, я только на Atomic Inderger халява. А если у меня есть concurrent map, то я должен ассоциировать часы с самим map и с ключом. То есть потому что concurrent hashmap как бы гарантирует передачу happens before только put по данному ключу с get по тому же самому ключу. Что мы видим? Мы видим, что, значит, а у нас как бы собственно контракты описаны отдельно в XML файле тем человеком, который использует DRD. Мы их не знаем, мы их узнаем только, когда у нас запускается наш data-resdetector. DRD это как бы да, data-resdetector. Мы его так назвали, подумав. Мы узнаем, какие контракты у нас описаны и вообще вот это вот все, параметр 0, параметр 1, только прочитав XML. Поэтому, значит, нам нужны ключи, которые вот нам, собственно, если мы видим вот такой контракт, то нам как бы нужен объект с двумя полями, object и long, и мы его будем использовать как ключ в хешмэпе. А в случае, например, вот concurrent map, нам нужен объект, у которого два поля типа object. Но мы, что, мы же умеем инструментировать bytecode, поэтому мы их, собственно, генерируем просто на лиду, значит, прочитали XML, поняли, что нам нужно, собственно, сгенерировали. Значит, ну вот я не буду это говорить, потому что времени мало. Позаботились о том, чтобы не было лишнего мусора. Я скажу ключевые слова. И поскольку мы генерируем классы на лиду, класс лоадер не знает, как их, собственно, загружать. А класс лоадеров может быть много. То есть как бы недостаточно просто обучить бустратный класс лоадер. То, что может быть OSGI. То есть могут быть класс лоадеры, которые, если не знают, как загрузить класс, они просто типа exception бросают и все. Вот. Мы что сделали? Мы берем все методы с названием load class, которые, похоже, как бы загружают классы. И в них самое начало суем. Если название класса как бы начинается с известного нам префикса композитного ключа, ищи вот в этой, собственно, хэшмэпе просто массив байтов. Все. И вот как бы загружай его. И не парься. Работает. Еще по мелочи. Вот я там писал про IBM и SDK, он падал на, собственно, сериализации. Понятно, что если мы хоть как-то модифицируем байт-код, дописываем поля, интерфейс, то мы можем поломать, собственно, сериализацию. Как выяснилось, помогает взять по известному, где-то там описанному в недрах то ли Java спецификации, то ли там еще чего-то, взять, посчитать serial versionuit по известному алгоритму, сразу же его сохранить, а потом уже модифицировать байт-код класса. Пока работает. Пока работает. Может, собственно, поломается. Дальше. Векторные часы по длине равны количеству потоков в программе. Количество потоков как бы растет. Значит, часы как бы разрастаются. И потенциально у нас память закончится. Слава богу, если потоки много растут, они еще и много завершаются. То есть много как бы короткоживущих потоков. Этот факт, ну, не дурственно бы использовать. Что мы и делаем? Когда мы видим, что поток умер, мы эту информацию как бы сохраняем и сохраняем компоненту его векторных часов, с которой он умер. И когда у нас, значит, вот там поток ходит к локам и как-то, значит, собственно, как бы часы вот так вот перетекают, значит, ну, по приложению, мы заодно и, собственно, проверяем, а не завершился ли какой еще поток. Если завершился, то мы известную нам его компоненту переносим в отдельный массив. Массив как бы часом завершившихся потоков. И поскольку компонента этого потока не растет, можно надеяться, что эти часы у разных, что вот эти массивы у разных часов рано или поздно совпадут. И тогда мы просто будем хранить в разных как бы часах ссылку на один и тот же массив. Тем самым у нас не будет утечки памяти. Работает. Значит, пара как бы стори, они не особо кум, но они, собственно, живые. Приложение QD это наша, значит, какая-то там мега-система для доставки котировок, в общем, быстрая. Ее особенность в том, что она вся построена на волатайлах, там, unsafe, compare, swap и так далее. Все, значит, подчистую. Вот видно, что CPU выросла. На самом деле оно уперлось просто как бы самую верхнюю плашку по сути. То есть все, уже как бы он быстрее не мог и, по-моему, замедлилось раз в 20. Но две важные вещи. Первая как бы взлетела. До нашего как бы никто не взлетал. Второе, видно, что мы отожрали памяти больше, ну, собственно, под векторные часы. Но как бы паттерн потребления памяти тот же. То есть мы не даем нагрузку на GC, по сути. И, в общем, как бы память ок. То есть мы не уходим в out of memory error, мы не уходим в постоянную генерацию мусора. Это нас не может не радовать. Мы там нашли 6 гонок, 5 из них оказались бинайны, одна вроде как не бинайна, ее, собственно, пофиксили. Это была, значит, наша такая первая отметочка. Второе, это UI к нашей мониторинговой какой-то системе. Mars называется она. Monitoring and Reporting System. UI, в общем, довольно банально. Он получает данные сервера и их, собственно, показывает. Сервер кидает данные в формате server.component. чего-то там. И клиент разворачивает это, собственно, в дерево. Ну, то есть такое довольно массивное UI-приложение. Опять же запустилось, ну, вот видно, что мы памяти отожрали и что приходится мусор как бы чаще, собственно, собирать, потому что, ну, объекты как бы становятся ненужными, векторные часы соответствующие, соответствовавшие им тоже, собственно, как бы становятся ненужными и просто ГЦ как бы чаще работает. В общем, суть та же, то есть все более-менее ровненько. Опять же, слава богу, вот видно, что на прост, как бы, нагрузка выше, то есть все-таки медленно. Нашли пять гонок перед рекомандой Марса, вроде фиксит. Вот так выглядит, собственно, примерный репорт. У нас, значит, все как бы хардкорно, никакого UI-а. Текст. Видно, что мы пишем тип гонки, пишем, где она произошла, пишем, в каких методах, вот прямо как бы с номером строчки, с ID-шниками потоков. Для текущего потока мы всегда можем выдать стэк-трейс. Понятно, просто, собственно, пишем как бы там new exception, да, и все, значит, там, print, абстрактно говоря. И в конфиге можно выставить, чтобы для второго тоже печаталось вот по данному полю, то есть тогда при всех обращениях потока к данному полю будут собираться стэк-трейсы, храниться по ID-шнику, если гонка, то он их печатает. Значит, итого, в чем вообще суть-то? Суть в том, что мы захотели динамически искать гонки, мы не нашли никакого, как бы, детектора, попытались написать свой. Вот, и, значит, ну, как бы, главная, не знаю, гордость, ну, в общем, такая радость, что он, в общем-то, собственно, взлетел. То есть не то, что у нас есть какие-то такие клевые cool story, но, в общем, факт есть факт. То есть вот нам, как бы, ничего не удалось найти, что можно было бы запустить и поискать гонки. А тут, собственно, значит, вроде получилось. Мы не поломали сериализацию, у нас почти нет уличек памяти, мы хорошо поработали с мусором, мы не модифицируем GBM и так далее. Самое главное, мы описали контракты класса Unsafe и класс Substrateg US Synchronizer, на который, значит, болтается вся Java Util Concurrent, по сути. Ну, вот, на нем и на VALATIL-ах. То бишь, мы фактически поддерживаем все средства синхронизации Java Util Concurrent. Вот, это здорово. Что мы планируем сделать в будущем? Значит, во-первых, как бы, собственно, сейчас вот мы этот DRD выложили, мы пока не выложили сорцы. Мы, если честно, ну, как сказать-то, очкуем пока. Вот, значит, мы, значит, он, собственно, работает, его можно запустить, попользовать. А мы, значит, планируем, как бы, дофиксить гонки. Раз. О, гонки. Баги, извините, конечно. То есть, понятно, что мы инструментируем ByteCode, значит, ну, там все, как бы, довольно непросто. Баги есть, собственно, баги есть везде. Второе. Мы его планируем, значит, оптимизировать. Понятно, как бы, направление два. Первое, это, собственно, значит, там выигрывать наносекунду, собственно, вылизывать алгоритм. Это, как бы, нужно неизбежно, если там у тебя операция выполняется, там, миллион раз в секунду. Второе. понятно, что, как мы, собственно, говорили, все равно единственный способ получить какой-то буст, это как-то ограничивать область анализа. И сейчас мы проверяем DRD на разных приложениях и смотрим на жизненные ситуации, которые возникли. Ну, вот, собственно, например, да? Одна минутка, пример. У нас есть класс, в нем 20 полей. Это бизнес-объект, я не знаю, счет, у него там есть там amount, там еще что-нибудь, там last date modified и так далее. Мы хотим искать гонки по нему. Понятно, что мы на самом деле не хотим искать гонки по каждому полю. Если два потока одновременно манипулируют счетом, нам не особо важно, что они как бы это делают именно полем там last date. Нам важно, что именно этим объектом. И как бы сейчас мы храним часы для каждого поля. Это неэффективно. Эффективно было бы сделать одни часы для этого объекта и работать только с ними. То есть, независимо от того, к какому полю мы обращаемся, мы работаем только с этими часами. Вот. То есть, мы сейчас как бы собираем такие жизненные ситуации, чтобы нам сделать, чтобы DRD было удобно пользоваться, чтобы можно было его как бы запустить там на чем-то сложнее, чем как бы дестопное приложение. То есть, это уже можно сделать, но мы сейчас как бы, собственно, смотрим. Вот. И когда мы, значит, все прищешем, все будет шик, мы выложим сорцы там, сделаем пост на хабре, сделаем там еще что-нибудь там в коммуни-блоге и так далее. Вот. Значит, ура! 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 Мучения закончились. Ссылки. Значит, ссылка на сайт, где выложен DRD, выложена довольно подробная тока. И там всякие, значит, ссылки типа почитать. Значит, наш e-mail, DRD-support собака.дивесперс.ком. Там я и Дима. Нам можно писать. Да, значит, если вдруг вот кому-то так прямо зажгла эта презентация, что ему хочется, чтобы когда мы будем его опенсорсить, или, например, когда мы будем релизить новую версию, чтобы мы ему об этом говорили. Напишите нам что-нибудь там типа сообщайте мне о новостях, пожалуйста. Мы с большой радостью это сделаем. Нам это, в общем, очень интересно. Значит, ссылки на те тулзы, которые я упоминал. Ссылка на главу GLS про happens before. И отдельным слайдом, значит, мы это пишем довольно давно, довольно мучительно, уже, наверное, года три там в час по чайной ложке. Но сейчас вот мы вроде как-то наконец-то активизировались. Значит, это можно использовать, собственно, просто взять, как бы скачать, запустить. Чтобы это как бы запустить, нужно найти место, где у вас непосредственно запускается Java и как бы дописать там минус java-agent двоеточие drd.agent.java. Все, и запускать. А мы, ну как сказать, просим, предлагаю, если вам интересно, пожалуйста, пользуйте и пишите нам как бы фидбэк. То есть нам интересен и фидбэк, типа, чувак мне выдало 20 гонок все лажа, и фидбэк типа, чувак мне выдало 20 гонок из них одна настоящая, мы уже порадуемся. И как бы фидбэк типа, я, значит, взял там, что, я там взял, значит, Eclipse, запустил, значит, его под drd, у меня, значит, отожрало всю память там за 15 секунд и ушло в out of memory. Отлично, киньте нам логи, мы, собственно, посмотрим, в чем дело. В общем, по всем вопросам нам пишите, пишите, значит, используйте и так далее. За open source дадим знать. Ура! Вопросы? А, все, нет вопросов, да? Исходя, по крайней мере, из моей практики, мы ищем какой-нибудь один дата рейс, и по вашим словам, запуск системы с drd снизил производительность ну, где-то 20 раз. А, соответственно, снижая производительность системы в 20 раз, мы в 20 раз снижаем вероятность нахождения этого дата рейса. Вы, я думаю, понимаете. Да, конечно. Скорее всего, даже больше, чем в 20 раз. Это первое. Второе. Можно я отвечу сразу, или вы хотите оба задать, и я потом наоборот. Я хочу сразу все. Хорошо, давайте. Вываливайте. Второе. Дата рейс, это ведь не только гонки за поля. Когда объект, вот как вы говорите, конкурент хешмат или array list возьмем, это черный ящик практически для вашей системы, наверное, правильно. А вот такая проблема. Array list в одном месте, его итератор в другом месте. Понимаете, да? Ну и, собственно, теперь помимо скепсиса вопрос. Так как это яма-агент, а не на этапе компиляции, пробовали ли вы это под IBF G9, допустим, или такая очень специфическая, вроде бы Sun Java VM, но под чпуксом HP UX, я имею в виду. Значит, я сразу отвечу на последний вопрос. Нет. То есть мы это пробовали только под стандартным арокловым ходспотом, в общем-то, и радо, что запустилось. Значит, теперь по поводу скепсиса. Первое, вы говорили, что замедлили в 20 раз. В 20 раз я говорил, мы замедлили приложение, которое QD, которое все на волотайлах. Это не мудрено. Там по волотайл-полям, по-моему, несколько миллиардов хитов за минуту. Приложение, которое я говорил, второе, это как бы обычное десктопное приложение. Ну, скажем так, визуальное, ну, то есть там нету как бы чего-то, что можно померить. Но это как бы десктопное приложение, оно как бы визуально видно, что подтормаживает, но все работает. То есть он нам как бы рисовал там исторические графики по данным мониторинга за месяц. Он их как бы, собственно, он их по скроллу как бы там масштабировал и так далее. То есть, ну, понятно, как бы зависит от системы. Это безусловно. То есть, скажем так, мы надеемся, что для, опять же, для такого абстрактного, широчайшего класса систем нам удастся, и уже более-менее удалось, добиться понижения производительности меньше, чем в 20 раз. Например, хотя бы в 2. уже, значит, можно будет как-то, значит, уже предметно разговаривать. Вот. Это по поводу скепсиса первого. Второй скепсис был... А, да. Значит, мы... Да, это правда. Я там промотал, собственно, слайд, там это было написано. Мы умеем поддерживать только явные контракты. Что такое явный контракт? Вот есть у меня concurrent-хешмеп.put и как бы concurrent-хешмеп.get. Есть явная связь. Объект типа concurrent-хешмеп и, собственно, ключ. Как вы правильно заметили, если связь не явная, то есть у меня как бы в одном месте рейлист, а в втором месте объект типа итератор, и я вот... То есть как бы они не рядом, а, собственно, как бы разнесены. Да, мы это не умеем. Мы как-то вот эмпирически посмотрели, не так это часто и бывает. Вот. Ну, как бы реже, чем остальное, так скажем. То есть просто мы, собственно, сделали то, что мы могли сделать быстро. То есть я... Ну, это понятно, как бы техническая проблема, мне кажется, она, собственно, разрешима. Ну, нужно время. То есть мы... Мы еще... Это как бы не 1.0, это там версия 0.4, по-моему. То есть нам еще до 1.0 далеко. Я надеюсь, что мы как-то с этим поборемся. Все? Я хотел добавить. Да, конечно, давай. На самом деле, есть еще один момент вот по поводу замедления. Дело в том, что было сказано, что на замедлении мы еще теряем в точности на картине гонка. Вот это совершенно необязательно. Потому что мы отслеживаем нереальные соотношения физического времени, а то, что происходит следственные связи. Обычно, если гонка есть, даже если программа чаще всего успевает в каком-то тайминге, она все равно остается. Очень редкие такие гонки, когда это именно действительно при наличии синхронизационных операций так переставляется, что они проявляются только при каком-то очень конкретном тайминге. По крайней мере, при наших опытах это та же получше. Все, Юр? Спасибо. Да, пожалуйста, конечно. Так, хотел поблагодарить за документы, все очень интересная тема. Спасибо. Вопросы такие. Насколько вообще оценивали вероятность ложных срабатываний? Я там видел на слайде, вы сказали, что из шести гонок не очень. Смотрите, это не ложные. То есть это гонки, но они в коне как бы намеренно, вот так скажем. То есть ложные срабатывания, если у меня два потока работают с полем под синхронизом, все чисто, красиво, а я как бы, собственно, пишу гонка. Вот это ложное срабатывание, то не ложное срабатывание. Мы их рассматриваем как гонки, которые наш детектор нашел совершенно правильно, но если как бы разработчики про них знают и они их устраивают, ну, гонки разработчиков, то в конфиге можно выключить просто. Окей, и второе, интерес, вы сравнивали результаты со статическим анализом? Насколько вообще пересекали их? Какие получается в конфиге? К нашему стыду только с FindBucks. У нас лучше гораздо. То есть FindBucks и находит вообще ни черта. Вот. У нас в планах, да, мало того, что сравниться со статическим анализом, так еще и как-то его подключить, потому что Escape-анализ вполне как бы логично даст нам какой-то перформанс-буст. То есть мы сможем, ну, мы сможем отсечь множество пар обращений, которые гарантированно не образуют гонку, и мы сможем лучше понять, что данный объект привязан к данному потоку и никакой другой поток им больше не манипулирует, поэтому его можно как бы даже вообще и не смотреть. Ну да, это возможно как организация очень хорошая. Вот как бы перспектива видится хорошая, да, то есть и такие, и такие, в общем, всячески. Спасибо. Не за что. А такой городский вопрос. Это open-source-нутый его можно допилить самим? Смотри, он пока не open-source-нутый, а пока мы выложили только бинарами, то есть как бы зипник, в котором джарники и что-то еще там, config.xml. А просто код пока как бы реально, ну то есть, как сказать-то, вот я начал рассказывать про вот нашу собственно как бы разработку, да, где-то осенью этого года, значит, я вот там на какой-то конференции выступал, значит, на каком-то семинаре, не потому, что мы как бы дошли до какого-то уровня, а на самом деле просто потому, что мне как бы нужно, у меня скоро защита диссертации, да, вот, но при этом мы, да, вот где-то в прошлом году у нас был такой, значит, решающий прорыв, когда мы преодолели основные технические собственно трудности, сейчас мы уже работаем над улучшением, но код пока грязный, просто, понимаешь, мне его неловко выкладывать, там много косяков, много тудушек, много явно неоптимальных мест, мы хотим его хотя бы как-то причесать, чтобы он срос комьюнити, когда его увидит, не начала бы как бы плеваться собственно со словами, вот это очевидно неэффективно, это неэффективно, это собственно нужно переписать, а чтобы, если они и проявят интерес к нашему проекту, именно как бы содержательный интерес, вот, пока нет, планы какие-то есть? планы есть, да, вот тут смотри, написано, ой-ой-ой, все что ты рискнул, а, я выключил, вот, то есть, это пункт номер 4 в нашем плане по захвату мира, вот, там это как бы черепашка полетит уже, возрастающе, то есть, вот, мы сейчас вот тут вот, вот тут вот, ну, вот фикс и эволюэйт, ну, понятно, конечная цель, конечная цель опенсорс, конечно, и у вас бинарники сейчас выложены по разной платформе, только Windows? бинарники, jar-файл, где хочешь, как там, ритму, ланс, все, а это планируется в какие-то, я не знаю, плагины, к чему-то, через твой стендалон тул? Скажем так, планы, безусловно, есть, то есть, у меня там вот планов там выписаны, дай боже, то есть, если ты мне принесешь чемодан долларов, я тебе куда хочешь плагин напишу, честное слово, это в планах, да, то есть, мы надеемся, что когда мы выложим это в опенсорс, мы надеемся это сделать как-то более-менее шумно, то есть, там, вот я, собственно, говорил, там на хабре постануть, там еще где-нибудь, там выступить на какой-нибудь довольно большой конференции, что комьюнити как-то в ближайшее время очень маловероятно, что мы будем писать плагин. Но вообще, да, есть идея написать к идее плагин, к липсу, ну, я не знаю, куда еще надо, к виму. Спасибо. Не за что. Да, пожалуйста. Дайте, пожалуйста, микрофон молодому человеку. Хорошо. Sorry, это, видимо, последний вопрос, потому что мне вот машут руками. Не, вот вы как бы задайте, да, и все. Да, спасибо, что сделали такую хорошую презентацию, мне очень понравилось. Вот я хотел бы. Хотел бы задать такой вопрос, значит, вот это, как я понимаю, это все-таки фиксатор гона, и фиксатор каких-то определенных ошибок, которые случились. А, сами ситуации, гонки все-таки QA будут создавать сами, это как бы вы им пока что оставили. Вот в этом плане, в плане там, данных, в плане, вот, у вас есть какие-то планы помочь в этом направлении, в плане там, какие данные нужно, приложение может быть там, зафигачить, чтобы что-то такое вот как-то случилось. Признаться, ну, я вот довольно давно как бы занимаюсь гонками, но я снова представляю, какие там данные нужно как бы зафигачить. То есть, это, собственно, вопрос, ну, как бы, взаимодействия потоков. План есть, собственно, какой? Ну, вот так вот, если абстрактно, как бы, грубо говорить, довести перформанс, что, не знаю, там, как бы, два раза. После этого, собственно, взять, как бы, коа-платформу поставить там еще один такой же сервер и запустить там DRD. Вот план примерно такой. То есть, понятно, что, как бы, у себя там на компе я много не нагоняю. В идеале, мы хотим это интегрировать на этап QA, потом, ну, как бы, мечты это просто, как бы, на продакшн, на каких-то маленьких, как бы, участках кода. Маленькие оставляем, остальное, собственно, выкидываем, перформанс, по идее, будет хороший, мы-то, как бы, пускаем на продакшн. Звучит это, возможно, так себе, потому что, то есть, там, какой-то проинструментированный байт-код, там, на продакшне и так далее. Вот, как показывает наш опыт, в принципе, это, как бы, допустимо. То есть, у нас есть тулза под названием Approv, которая, ну, она, собственно, тоже там, open-source, но у нее там ссылка, com, db-experts, com, display, Approv. Вот, она умеет трекать планы такие примерно. Дальше мы посмотрим. То есть, мы, понятно, если будут, собственно, силы, время, мы будем анализировать обнаруженные гонки, мы будем, как бы, смотреть паттерны, возможно, мы в итоге напишем книгу, там, на английском языке, там, что делать, чтобы гонок было меньше. Дай боже.